Многострадальный перегон Кировской выборской линии метрополитена от площади Ленина до Академической, который почти полгода закрывался на ремонт по выходным, сегодня закрылся на неопределенный срок. Объявления на входных дверях станции гласят о временном прекращении движения, заодно советуют, как добраться наземным транспортом. В первый день авральной ситуации все возможные ресурсы городских автопарков были направлены на 40-й, 90-й и 100-й маршруты для перероски пассажиров к пути, проходящему через закрытые станции. Что будет дальше, пока не ясно. Еще в середине 70-х годов ленинградская подземка пополнилась несколькими новыми станциями. В апреле 75-го на Кировско-Выборгской красной линии введена в строй была лесная, а уже в декабре все того же года исследовавшая за ней площадь мужества. Впрочем, предшествовало открытию станции настоящее ЧП. В ходе подземных работ при рытье перегонных тоннелей, метростроевцам пробираться пришлось сквозь русла подземной реки и водонасыщенных отложений почвы. На рассмотрение каких-то альтернативных вариантов обхода проблемного места требовалось время, которого, увы, никак не было. Очень уж хотелось успеть с вводом объектов к началу 25-го юбилейного съезда партии, потому решено было сквозь плывун прорываться, проложив тоннели один над другим. В поздние советские годы на отечественные экраны вышел даже художественный фильм «Катастрофа», этому посвященный. Отображенные в ленте события имели вполне реальную историческую основу, хоть и с художественными допущениями, которые должны были продемонстрировать, к каким именно последствиям могло привести подземное наводнение, если бы не своевременное вмешательство специалистов. В 17 часов 9 минут в районе пересечения улиц Строителей и 2-й Пионерской в образовавшуюся в результате размыва пустоту рухнул троллейбус, следовавший по маршруту номер 37. Традиционная для середины 70-х технология борьбы со стихией и способом искусственного замораживания особым химическим раствором не сработала, ввиду чего использовать пришлось жидкий азот. Такой экспериментальный и доселе неиспробованный еще способ с поставленной задачей, тем не менее, справился. Вот только вода не переставала понемногу просачиваться, а тоннели проседать в грунте, так что злополучный плывун вновь напомнил о себе два десятилетия спустя. В декабре 1995 года мощные потоки воды прорываются в тоннели. Рельсы оказываются размыты, так что и движение поездов по перегону приходится остановить. Помимо прямого ущерба метрополитену, подземный размыв приносит немало головной боли и наземной поверхности. Более прочего достается заводу Красный Октябрь, крупнейшему предприятию ВПК, находящемуся в непосредственной близости. Усадка грунта вызывает трещины и разломы производственных корпусов и коммуникаций. В результате обрушившегося бедствия Кировско-Выборгская ветка Петербургского метрополитена оказывается разделена надвое. Станция Лесная становится конечной для основного участка Красной линии, сохранившего сообщение с основной подземной городской сетью. Пересадочным пунктом же Севернее Лесной отныне приходится существовать самим по себе. На обособленном участке движение поездов производится между Площадью Мужества и Девяткино. Подобные неприятности вносят существенную сумятицу в устоявшийся уклад жизни горожан. Потому городские власти спешно изменяют маршруты наземного транспорта, а также пытаются обеспечить перегруженное направление вводом в рейсы дополнительных автобусов. Как признаются журналисты, упрекнуть мэрию в этом смысле не в чем. Автобусы на оставшихся без доступа к подземке участках, по их наблюдениям, и правда ходят исправно и вовремя. А как уверяют пассажиры, даже в будни, в самые часы пик, когда протиснуться в салон удается лишь где-нибудь в восьмой по счету автобус, ввиду интенсивности движения ожидания на остановке много времени все равно не занимает. Иные из горожан признаются даже, что вынужденная наземная альтернатива подземки для них значительно удобнее прежнего способа перемещения под землей. Я ждали плохого, а сейчас очень хорошо. Часто поезд, соток, девяносто, мне кажется, это даже удобнее, чем не было. Что до непосредственно подземных последствий аварии, в то же самое время начинается и проектирование восстановления аварийного участка, занимаются которым специалисты Ленметра Гипротранса. В стенах института подготавливается ряд проектов строительства обходных тоннелей взамен утраченных. Работы эти займут годы, и вновь замкнуть красную линию удастся только в начале следующего десятилетия. Как бы не хотелось успеть с вводом в эксплуатацию к 300-летию Петербурга, сменившему Собчака на посту губернатора Яковлеву, сделать этого так и не удастся. И хоть большая часть работ выполнена будет именно при нем, завершатся они уже при Матвиенко летом 2004 года. Метростроевцы, в свою очередь, отрапортуют, что вопрос с размывом у лесной адны не закрыт окончательно. По крайней мере, на ближайшие 50 лет.